На ее лице печать времени в виде ракушек, водорослей и моллюсков. И это не декорация к фильму про пиратов, а настоящая затонувшая много лет назад баржа. Вы сейчас можете ее не увидеть, но она на самом деле есть. Она спрятана под волжским песком. С высоты человеческого роста видны только предполагаемые элементы корпуса. Но во время съемки на квадрокоптер все прояснилось. С высоты стало отчетливо видно очертание судна. Наша съемочная группа снимала этот материал в дождливую и ветреную погоду. В окошке видоискателя мы заметили лишь один почивший корабль. Каково было удивление, когда мы нашли еще одну баржу, отсмотрев исходники. Сюда одинаковой формы. Один деревянный, а другой металлический. Находки обнаружила местная дачница Ольга во время прогулки. У нас дача рядом с селом Крестово-Городище. А муж вообще местный, он вырос в этих местах и закончил Крестово-Городище в связи с школой. Вот по его рассказам мы прячем эту песенчанку, когда назывался баржей. Они так говорили, идем купаться на баржу. Но само деревянное судно я раньше не видела. Вода так далеко уходит крепко. Да, у нас под водой есть аттатки железной баржи, которая раньше служила пассажирской крестинью. Ее даже было видно раньше над водой. Но примерно лет 20 назад ее начали распиливать. И теперь перевели все, что над поверхностью. По словам краеведов, подобные артефакты для Поволжи не редкость. Дно реки буквально усыпано затонувшими судами разных времен. От древности и до наших дней. Например, в наших краях с 10 по 13 века проходили корабли с товаром из других городов и зарубежья. Их часто грабили, а затем топили пираты Волжской Булгарии. На 20 век тоже пришлось много крушений. В 1918 году на воде шло противостояние белогвардейской и красногвардейской флотилий. А в 60-е годы был случай, когда пострадали не только люди, но и животные. В результате шторма баржу, еще какое-то судно колотило волной большой о дамбу, где сейчас у нас нижняя терраса, вот об эту защитную дамбу. Я помню очень такую тяжелую аварию, когда по Волге везли баржу, наполненную поросятами живыми. И вот в районе нашего пляжа она разломилась, и бедные поросятки поплыли, многие утонули. Вероятнее всего, баржи-двойняшки датируются одним десятилетиям. Поднять их со дна и разобрать смогут частные или государственные компании, но только при одном условии – если владельцы затонувших судов не будут установлены. Виктория Черкова, Данил Сурков, Юрий Ломатов. Улправда ТВ.